Всем привет, с вами Иван Кожей. Сегодня мы продолжим обозревать заманухи, которые приехали ко мне из Москвы посылочкой. На этот раз это будет хрустим багет. Багет в Украине не продаются, то есть у нас есть обычный хрустим к пиву пенному, по-моему, или как-то так он называется, с пятью вкусами. Хрустим багет, хрустим маленький, хрустим крекер, такого в Украине вот на данный момент нет. Поэтому Багет я буду пробовать впервые. Но я так подразумеваю, в принципе, это стандартный обычный хрустим, только, наверное, из белого хлеба. Но, в принципе, не будем когда-то, сейчас все узнаем. Друзья, в руках у меня вкус буженина с французской горчицей. Пачка весом 60 грамм обошлась мне в 28 российских рублей 80 копеек. По среднему курсу в другой валюте 28 российских рублей 80 копеек это 33 американских цента или 8 гривен 80 копеек. Ну что ж, давайте попробуем. Что же оно такое? Хотя нет. Хотя нет. Действительно, рубленая булка, то есть, в принципе, вот так вот все это дело выглядит в самой пачке. Вот. То есть, именно круглая, длинная такая булочка есть, да. То есть, я не знаю, как она называется. Но Багет он более объемный, да, то есть большего диаметра. Вот, ну, в принципе, возможно, это какой-то маленький Багет, то есть, вот такие круглые, миллиметров 5 толщиной сухарики. Ну, я понимаю, что... Да, на удивление, вот фишка Хрустима мне нравится, что у них все сухарики очень мягкие. То есть, в принципе, у гренок тоже, как бы, есть своя фишка. То есть, гренки твердые, большие сухари. Сухари, они вкусны по-своему. Ну, вот Хрустима я всегда привлекал, реально, что... Ты можешь эти сухари, жми, не запихивать в рот, у тебя куча там этих вкусов будет. Вот, ну, реально, ты можешь даже не рисковать своими зубами, потому что сухарики действительно очень мягкие и классные. В целом, что хочу сказать по поводу Багета. Неплохо, неплохая тема. Вот, мне нравится, действительно, он мягкий, хрустящий, рассыпчатый. И вкус... Я не знаю, как насчет боженины, но вот именно сам вкус французской горчицы мне очень нравится. Вот если вы в Макдональдсе хоть раз брали горчичный соус, вот именно вот такие ассоциации вызывают вот этот вкус. Хрустима, реально, мне очень нравится. Я очень быстро, думаю, справлюсь с этой пачкой сейчас. Просто после выпуска запрещаю моментально. Те, кто часто посещает мой канал, видели, наверное, возможно, читали переписку. В общем, договорились мы с подписчиками, что я буду в конце видео теперь оценивать, вот, ставить оценку тому или иному продукту, который попал в мой обзор. Вот, ну, наверное, я буду по пятибалльной системе оценивать, вот, и, как бы, хрустим я всегда любил. Вкус тоже классный, вот, отличная форма, то есть нету мелких крошек, там, не по, не знаю, там, не подробились они, хотя приехали, фигнет откуда, не знаю, дорогу пережили и все такое. Ну, в общем, отличная вещь и по вкусу мне очень нравится. Поэтому, наверное, не судите строго, но я поставлю тут пять из пяти, вот, мне действительно понравилось. На этом у меня все, друзья, с вами был Ван Каже, подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны, попали сюда впервые, ставьте лайк, пишите комментарии, я обязательно вам отвечу, потому что мне приятно общаться с моими зрителями и подписчиками. До новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok